Попробую сделать подъем с переворотом, потом прокручиваешься на этих частях, попробую повисеть на шее. Полина Глянцева увлеклась воркаутом меньше года назад. Недалеко от дома в Адлере есть много площадок, на которых постоянно тренируются ребята. Посмотрев, как они виртуозно выполняют элементы на турниках, Полина тоже решила заниматься. Это очень хорошие ребята. Я надеюсь, что наши команды будут пополняться и пополняться все больше. Они вообще все молодцы, они прогрессируют быстро в воркауте, меня тоже хвалят. Я тоже очень много элементов научилась, как в этой атмосфере. Раньше вообще почти ничего не умела, а сейчас уже прогрессирую, прям хорошо так. Первые соревнования прошли в сквере Бестужева. Полина была единственная девочка среди участников. Ее заметили представители сочинской команды и пригласили к себе на тренировки. Затем прошел еще один турнир на Красной Поляне. И 2 декабря они отправились на соревнования в Краснодар, где смогли выйти в финал. Обычно ребята готовятся к соревнованиям в Олимпийском парке. Там находится профессиональная площадка «Кенгуру-про» и в парке Бестужева. В центре города эта площадка на Бытхе. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам. Теперь появилось еще одно место около библиотеки Пушкина. За последний год воркаут у нас очень поднялся. Появилось более 85 площадок в Сочи и по всем районам. В Лазаревском, в Адлере, администрации города Сочи. Спасибо за то, что поставили площадку прямо в центре. Площадка хорошая, нам удобно не заниматься. В Краснодарском крае, в том числе и в Сочи, насчитывается более 5000 атлетов. В сочинской команде всего 20 человек. И ребята с удовольствием ждут свои ряды новичков. Тем более, что мест для занятий в городе достаточно. Вообще, в мэрии уделяют большое внимание спорту и досугу молодежи. Только за этот год во всех районах курорта было обустроено 48 новых спортивных и детских площадок.